Всем привет! Слышали анекдот про очень ленивого человека, который хотел стать змеей, аргументировав свое желание тем, что на работу можно лежа ходить. Это он еще с маддагаскарским листоносом уже мне был знаком, в чьи профессиональные обязанности входят прикидываться веткой 90% времени. Как понятно из названия, живет наш друг исключительно на восьмом континенте. Так, из-за обилия эндемичных, то есть обитающих только там и нигде больше, видов неформально называют маддагаскар. И как можно догадаться, наш герой тоже из этих эндемиков. Выглядит змей весьма колоритно, шланг длиной в 1,5-2 метра камуфляжного окраса. Половой диморфизм входит в и утверждает, что кавалеры предпочитают коричневый наряд, а дама – серый. И это еще не все, ползмеюк можно отличить по длине. Носа – длинный и острый кол, как у буратино, достался самцам, а нечто с зазубринами, похожее на пилу самкам. Разница мосик у самцов и самок наглядна. Однако, несмотря на вооружение, ни в какие поединки наши друзья не вязываются. Заползут себе куда-нибудь на ветке, не шибко высоко, свесятся вниз головой и висят, как какие-нибудь стручки. И вот так почти 22 часа в сутки. Как показывает практика, такой образ жизни идет рептилии на пользу. Ведь змее не нужно искать добычу, она сама ищет охотницу. Одна голова хорошо, а две лучше. Мышки, птички, ящерки, польстившись на длинные незнакомые плоды, вместо гастрономического удовольствия находят приключения на своей хвостике и отправляются в эксклюзивный тур по пищеварительному тракту змей. Шансов спастись у мелкой живности при этом 0,1. Несмотря на то, что мадагаскарцев называют ужами, яд у них есть. Правда, для человека их отрава не опасна, максимум последствий для лысых обезьян, боли и отек в месте укуса на сутки. Личную жизнь наш герой от окружающих тщательно оберегает, однако что-то пытливым ученым умам серпентологов удалось подсмотреть в террариумах. С августа по октябрь там появляются кладки из 8-11 яиц. Продолжительность их вызревания будет зависеть от температуры окружающей среды, может занять месяц-два. Чему учит нас эта история? В опиющей несправедливости, под лежачий камень вода не течет, а вот если достаточно долго прикидываться шлангом, еда сама к тебе придет. Хотя исключения нужны, чтобы подтверждать правила, разве нет? Делитесь мнением в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте лукас вверх. До новых встреч, мои хорошие!